Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Вот перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В северных и центральных районах высокая пожароопасность. В Черкесске дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 13-15 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok СУЗов и авторские коллективы. Подробнее о конкурсе расскажет Алихан Лепшоков. Этот конкурс позволит подрастающему поколению научиться основам проектной деятельности. И самое важное – это изучение и сохранение историко-культурного наследия народов Калячаева Черкесии. В республиканском конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов, студенты СУЗов, а также авторские коллективы. Мы уверены, что такие площадки способствуют популяризации научно-исследовательской деятельности среди молодежи, отмечают организаторы. У нас появилась идея посмотреть, сколько же талантливых учеников или же студентов колледжа у нас есть в республике. И появилась идея данного конкурса с тем, чтобы дать возможность инициативной, активной молодежи проявить себя. И, честно говоря, мы не пожалели, потому что на конкурс пришло очень большое количество работ. После пленарной части конкурса участники разошлись по аудиториям для защиты своих научных работ. Члены жюри конкурса могли ознакомиться с работами ребят по трем направлениям – социальные и творческие проекты, научно-исследовательские работы. Как многое значит для нас это слово. Это место, в котором ты родился и в котором ты живешь. Это наш общий дом. У каждого человека, живущего в России, есть своя малая родина. Именно об этом сегодня мы и поговорим. В итоге первое место и главный приз планшет выиграла студентка Аграрно-технологического колледжа поселка Эркин-Шахар Аиша Бирабасова, научный руководитель Ирина Баймурзова. Второе место заняли ученицы 19-й гимназии Черкеска Алана Кубанова и Алина Хапаева. А третье досталось студентам среднепрофессионального колледжа СКГ Адамиру Богатреву и Эльдару Доттаеву. Ректор Качеву Талшултан Узденов вручил ребятам грамоты и в подарок каждому призеру внешние жесткие диски. Алихан Ребшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. 29 мая в Узбекистане в Бухаре состоится международный фестиваль Достлик-2022 под лозунгом «Объединяя народы, мы укрепляем дружбу». Россию на этом престижном культурном форуме представит популярная певица Жанна Мусакаева. О подготовке к фестивалю и что она представит на суд зрителей. В эти минуты Жанна и ее продюсер Даниил Исакаев расскажут моей соведущей Белли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Жанночка. Доброе утро, Даниил. Благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Тем более сейчас у вас, наверное, со временем совсем-совсем плохо, потому что вы сейчас готовитесь к такому глобальному мероприятию, как международный фестиваль, который пройдет в Узбекистане, в городе Бухара. Я хочу узнать, что это за фестиваль. Я знаю, что Жанна представляет Россию. Всего пять стран будет. Даниил будет ведущим этого мероприятия. Как вы узнали, что вы будете петь, как все это происходит, как готовитесь, что готовите? Ну, рассказывайте. Давай ты начнешь. Ну, пришло письмо на имя Даниила, приглашение от Джурабаева Азиза, который организовывает это мероприятие. Соответственно, Даниил представляет там наше телевидение Ногайское. Дослартовое. Дослартовое. Ну, а я там буду петь. Что будешь петь? На выбор у меня вообще четыре песни. Вот. Одна лезгинка, одна на Ногайском языке, и одна современная песня восточная. Ну, и четвертая уже посмотрим. То есть ты будешь четыре песни исполнять? Вообще четыре, по идее, должно быть, да. Там посмотрим по времени. А как проходил отбор? Они позвонили, точнее, вот написали Даниилу, ну и сказали, мы хотим видеть Жанну Мусаеву. Я уже у них была в прошлом году. В прошлом? Именно на этом фестивале? Нет, это был похожий фестиваль. Это был фестиваль уже Пенчак-Силат, международный фестиваль тоже. Ну и, соответственно, они уже меня знают, они пригласили меня еще раз. Жанна, а как ты вот песни отбирала? По какому критерию? Вы вдвоем работали над этим? Или они ставили какие-то условия? Нет, они сказали, Жанна, мы очень хотим услышать в вашем исполнении обязательно зажигательную лезгинку. И, конечно же, что-то на вашем родном языке и на русском языке, какую-нибудь современную. Какие страны будут участвовать? Давайте я отвечу. Там будет пять стран. Это восточные страны, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, непосредственно сам Узбекистан, там четыре артиста оттуда, и непосредственно Россия. В добавлении, потому что сказала Жанна, песни на русском, они все-таки для того, чтобы она представляла Россию, а песни на ногайском, это чтобы представить ногайский. Родной язык. Родной язык, да, язык очень близкий с узбекским языком. Ну, тюркоязычный. Одна тюркская семья, да. В общем, я знаю, что ты ведущий, как я уже сказала. Сценарий кто составлял? Сценарий составляет их сторона, я ведущий, сначала вставил вопрос, вообще я не был там ведущим, потом они подумали, что раз международный, нужно два языка. Со мной будет вести местная ведущая, известная в узбекистане, Азария ее зовут, мы даже не знакомы, мы по инстаграму только познакомились. И вот она будет на узбекском языке, я буду на русском вести. То есть и на русском языке больше. Естественно, естественно, потому что разные народы, тюркский язык, конечно, он похожий, но есть какие-то слова могут отличаться. Я буду представлять международную составляющую, скажем так. Ну, естественно, основное количество гостей будет в узбеке, местное население, в основном, в Бухаре. Даниил, вот я у Жанны спросила по поводу репертуара вот этих песен. Я поняла, что они ставили условия, но ты как продюсер, наверное, тоже имел свой голос по поводу песни. Это же очень важно для фестиваля. Это очень важно. Есть песни, которые более удачные, есть песни, которые менее удачные. Естественно, хотела забирать с собой такие песни, чтобы этот народ, большой многотысячный стадион, их услышав, сказал, вот как хорошо поет, какие представители хорошие из России. Поэтому выбирали дотошно, скажем так, согласовывали с той стороны, отправляли им песни, они слушали. Таким образом произошел такой отбор. Кто будет в жюри? Это не конкурс, это фестиваль. Вообще в жюри не будет? В жюри не будет, это фестиваль, то есть заранее уже известный. Ну, то есть никаких победителей, просто участники? Да, просто участники. 25 тысяч зрителей? Да, стадион. Стадион Бухаре-арена называется, большой стадион. А о программе фестиваля вы можете рассказать? Как все будет проходить? Будут ли потом какие-то мероприятия? Вы куда-то будете переезжать? Я слышала, в Каракалпакию, да? Да, ну сначала про экскурсионную часть ты расскажешь, я думаю. А нас везут на второй день в город Хива, вот это старинный город исторический. Мы там погуляем, пофотографируемся, и далее мы следуем в Нукус, в Каракалпакию. Ну и там уже тоже нас ждет министр культуры, да? Да, министр культуры. Есть такой народ, Каракалпаки, в составе Узбекса, на основном республике, они более близкие, чем даже узбеки к канагайцам. У нас язык, культура все одинаковая. И мы, можно сказать, сами сказали о том, что мы бы не против и побыть в Нукусе. То есть Азизу, нашему другу, за что ему спасибо, он дал информацию, и министр культуры Каракалпаки, Турдиев Колбайабевич, нас позвал. Мы будем заключать мембрандум о соглашении между нашими телевидениями об обмене информации, обмен программами, потому что очень много схожего. И также там будет фестиваль, чуть поменьше, в амфитеатре города Нукус, где Жанна будет петь те и эти же и другие песни. Я уже буду участником в качестве стендапа на нагайском языке. То есть я там уже не веду, но буду участником. Поэтому мы за пять дней охватываем два фестиваля, а между ними экскурсионные дни. Получается, что этот фестиваль уже традиционный? Первый фестиваль традиционный, Пенчак-Силат. Есть такой местный вид спорта, похожий очень на борьбу Пенчак-Силата. Азиз Джурабаф является президентом федерации Пенчак-Силата Республики Кузбекистан. И также вот соседние страны, восточные страны, у них тоже есть такой спорт. В рамках днем спортивных мероприятий, вечером огромный фестиваль. Ну, здесь я не могу у тебя не уточнить про телевидение Дослар ТВ, которое ты возглавляешь, ты являешься директором, помимо того, что ты продюсер Жанны Мусаевой. Но скажем о том, что мы не будем сейчас говорить о финансовой стороне. С какой целью создавалось вот это телевидение? Оно относительно новое, и оно выходит в формате приложения. Его можно везде смотреть. Не конкретно в Ставропольском крае, правильно? Да. Место проживания, то есть кочевая жизнь на Кайцево, она осталась кочевой. Мы проживаем в разных регионах. Даже телевидение кочевой. Даже телевидение кочевой случилось. То есть это вынужденная мера, потому что у нас нет одного региона. Пять известных регионов, о которых вы знаете. Это Дагестан, Карачао, Черкесо, Астраханский область, Чеченская республика, село Кангли возле минеральных вод. Теперь еще добавилось к этому Хантамантийский автономный округ. Это север, это Ямал-Нинский автономный округ, Красноярский край, город Москва, город Санкт-Петербург. В общем, везде, где есть нагайцы. Также заграничные страны. Это Турция, Болгария. В Венгрии, в этих странах тоже перекочевали в свое время наш народ. И сейчас мы вынуждены были создать такую платформу, которая могла бы быть доступна всем. Не просто кнопка на пульте. Поэтому пришла идея сайта. На базе сайта создали два приложения в телефоне. В любом месте, где есть слабенький какой-то интернат, можно зайти и смотреть. То есть и народ ведет свою культуру. Вещаем 24 часа в сутки. 24 часа? 24 часа и только. Что вещаете? Новости, песни. Основная часть, естественно, это песни. Мы собрали клипы. Вначале говорили, клипов у нас особо нет. Но мы сейчас собрали 430 клипов. Часть из них сами сняли, часть из них собрали. То есть каста такой наследия, о котором люди даже не могли подумать. Начиная с 80-х мы взяли архивы. Мы сотрудничаем с вашей телекомпанией. Мы были у вашего директора. Заключили соглашение о сотрудничестве. Мы транслируем переводы мультфильмов на ногайский язык. Мы транслируем наши документальные фильмы ногайских режиссеров. Мы транслируем развлекательные программы. Мы транслируем обучение детей ногайскому языку. И так далее. А кто работает вместе с тобой? Есть люди, которые сидят в разных, находятся в разных городах. Я живу в Висундуках, девочка-ведактор находится в городе Ульяновске. Ребята в своей массе основной есть. Нагайцы в своем репертуаре. В своем репертуаре. То есть чем удобно онлайн-телевидение, можно офиса своего определенного не иметь. Находясь в разных местах, создавать телевидение. Даже дома? Даже дома. И, конечно, я хочу узнать все-таки, как идет подготовка к фестивалю. Подготовка идет полным ходом. Потому что я уже наряды выбираю. Но мы знаем, что у тебя пышные, красивые, яркие наряды. Что будет в этот раз? Или это секрет? Я думаю, что это опять-таки будет какое-то красивое, блестящее платье. Ну, посмотрим. Увидите, как говорится. Да, в свою очередь я хотела бы поблагодарить с Даниалом вместе Азиза Джурабаева за организацию, за приглашение. Также министра. Министра культуры Каракалпаки, господина Турдива, Колбаевича за то, что приняло нас и приняло наше телевидение. Открылись нам, скажем так, мы не против. Я думаю, в последствии всего этого мы закончим соглашение и будем сотрудничать с узбекской стороны. С телевидением, с фестивалем, все ясно. А что творится в творчестве? Что нового, интересного в творчестве? Нового я записала две новые песни. Вот хочу снять, собираюсь снять клип на новую песню. Там же в Узбекистане, в городе Хива. И уже как только с ним, я обязательно ему представлю. Представлю, да. И придем на программу «Доброе утро». И придем на программу «Доброе утро». Будем вас ждать. И, конечно, я желаю вам успеха, удачи, чтобы вы выступили ярко, успешно, чтобы зритель вас принял, чтобы вы нашли контакт, чтобы было море впечатлений хороших. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Спасибо большое. Портрет, пейзаж, натюрморт и другие работы, выполненные в различных техниках, в художественной школе Черкеска прошла итоговая выставка работ учащихся, посвященная столетию Карачаева-Черкесии. Лучших художников наградили грамотами и ценными призами. Подробности у Али Баташева. Стремительные реки, синие горы, яркая зелень лесов, полей и множество других достопримечательностей Карачаева-Черкесии на рисунках являются настоящим украшением итоговой выставки детской художественной школы Черкеска. В этом году она посвящена столетию образования нашей республики. Камила Алботова представила на выставку портрет, выполненный простым карандашом. Это мужчина в очках, потому что я не знала, как более оригинально назвать работу. Потому что это просто мужчина, которого я постаралась как можно более реалистичнее показать, прописать тени. Не знаю, там не было никакой определенной темы, просто портрет. И это первое, что пришло в голову. А ты давно не занимаешься портретом? Ну, вообще, я учусь здесь два года. У меня папа окончил художественную школу на красный диплом, отучился там пять лет. Поэтому с детства я люблю рисовать. Это папин препятствия? Да, да, да. Папа как раз таки с детства показывал мне, как правильно делать, что и как. И вот он и отдал меня в эту школу. Ну, а ты в юности, в самом раннем детстве, наверное, домик строили? Ну, конечно, да. Человечек, палочка и огуречек, все. Важно не только то, что будет изображено на рисунке, но и как это будет сделано. В арсенале художника множество техник рисования. Больше всего мне нравится рисовать именно карандашами, потому что карандашами всегда можно исправить ошибки. А вот насчет жидких текстур мне не особо нравится. Только карандаши. Но все равно в программе художника... Да, это, конечно, все задействовано, да. Все равно придется. Ну, хоть что-то. Живопись, да, композиция, все это у нас есть. А там уже на ваш выбор. А вот рисунки каких выдающихся художников тебе тоже так вот нравятся? Нравятся? Скорее всего, Винсента Ван Гога, потому что там все абстрактное, все яркое, пестрое. Вот это прям радует меня. Мне нравится такой стиль. Ну, каким будешься будущей? Не знаю, архитектором, наверное. Думаю, художник мне в этом поможет. Рядом с изображениями людей – оригинальный портрет различных животных. Внимательный детский взгляд художника стремится запечатлеть всю красоту окружающего мира и выразить ее в своих работах. Получается свежо и интересно, отзываются преподаватели. Для меня они самые лучшие, самые красивые. Дело в том, что каждый ребенок потенциально это гениально или как. И от коллектива зависит, от преподавателя зависит, как они смогут открыть это все, как они смогли это все показать. Дети очень талантливые, просто очень их много. И все оказались очень способны. Вообще дети, они сами по себе, все любят рисовать. Ну вот у нас была тема, международный конкурс был, всероссийский даже сказать, в Перми. Это, значит, у нас работа про что? Про весну, весеннюю фантазию. И почти все дети, они все любят весну. Ну, сами знаете, да, весна, что начало таких праздников, да. Деревья красивые, разноцветные, желтые, белые, розовые, да. И они хотят все погулять. Я говорю, вот и нарисуйте, как вы провели, вот встретили весну, как вы встречаете весну. Вот это она самая красивая, она детская тема. Я сама любила эту тему. Ну вот они, по-моему, все справились. Мирослава Липовская изобразила на своей картине «Зимний отдых». Каток я здесь хотела изобразить. Вот вдали там мальчик катает своего младшего брата на санках. И, ну, это что-то по типу курорта нашего там Архиза или Дампая. А что ты стараешься вообще в своих работах изобразить? Что показать тебе интересного всего? Ну, я хочу изобразить движения. Я люблю рисовать людей, поэтому чаще всего я рисую композиции с людьми. Что тебе больше всего нравится в рисовании? Мне нравится рисовать портреты гуашью. И, ну, густыми красками мне нравятся, как акрил, масляные краски. Ну, иногда я люблю рисовать пейзажи. Тебя вдохновляет природа? Вот, короче, вы что-то есть, да? Да. Мне нравятся очень наши пейзажи. Каким ты хочешь стать, когда вырастешь? Я пока не знаю, но, скорее всего, художником. Какая у тебя мечта самая большая? Мечта? Я даже не знаю. Ну, твоя картина, чтобы были выстрелы? Ну, в музей каком-нибудь, чтобы потом по моим картинам в учебниках сочинения писали. Была Добагова и Исмаил Хубив в этом году заканчивают художественную школу. Их работы были по достоинству оценены жюри. Я предоставила работу на тему 100-летия Крачаевой Черкесской республики. Здесь мне хотелось бы показать красоту нашей природы, горы. Еще у нас плохо развит туризм, поэтому я решила нарисовать туристов. И этот старец, он вообще гостеприимный. Он отображает традиции наших народов. У нас принято встречать, здороваться. В каких техниках предпочитаешь работать больше? Я предпочитаю работать в гуаше, акварели. Больше красками люблю. Я решил нарисовать это, вспоминая, как я ездил в АУ к своей бабушке. И вспоминал, что даже когда она уже в преклонном возрасте, она все равно продолжала что-то делать. С бабушкой поделился впечатлениями по поводу работы, показывал ей? Как она реагировала на картину? Потому что она телефон снял? Ну, я так по памяти ее рисовал особо. Ну, я ей сказал, что я ее нарисовал. И ей было очень интересно, приятно, что я ее решил представить на своей выпускной картине. Но она не видела картину? Да, картину. А увидит? Надеюсь, увидит. Когда? Ой, в ближайшем будущем. На детских рисунках причудливо сплетаются фантазии и реальность. Здесь романтическая встреча в горах и национальные танцы. Бабушка жарит хачаны, доит корову и угощает парным молоком любимого внука. Сцены застолья, разделка барашки и другие картины быта, прошлого и настоящего. Источники вдохновения для художника могут быть самыми разными, утверждает преподаватель с 20-летним стажем Галина Полищук. Ой, вы знаете, это может быть все, что угодно. Начиная от дятла, который спустился немножко ниже, чем положено, и заканчивая тем, что вот дворник метет, и, допустим, вот он как-то интересно улыбнулся. Или в холодное время он без рукавов. Вот удивительно. Ты идешь в куртке, а человек работает, да с задором. Хорошее настроение, наверное. А работа вот с юными художниками больше сил забирает или дает все-таки? По-разному, по-разному, честно скажу, да. Самых талантливых участников выставки наградили грамотами и ценными подарками. В конце мая юным художникам и художницам предстоит пройти защиту своих работ, а осенью приступить к новому учебному году. Каждая выставка – это лишь повод задуматься над темой. Творческая работа идет постоянно, поэтому надо стараться больше рисовать, говорят преподаватели своим воспитанникам. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск Вести из Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи.